Коллеги, есть ли вопросы вдруг по выступлениям спикеров? Нет вопросов. Есть вопросы? Ура! На самом деле, вопросы, да, к отбойу спикеров Идарса Киропольфорбанков. В начале первого дня многие эксперты выступая говорили о том, что кредитование отжимается, все финансовые учреждения это замечают и очень многие банки уходят в некредитные продукты. Да, так мы понимаем, расчетные, но сейчас больше, наверное, вещь о физических. Традиционные, например. И, наверное, тоже к вам приходили банки, которые спрашивали, а как же продавать пакеты услуг? Потому что все розничные банки, они ориентированы на продажу пакетных услуг. И вот задача, которая есть у Альфа-банка и у многих других банков, как же все-таки достучаться до розничного клиента и рассказать ему о пакете услуг? Были ли у вас какие-то кейсы, которые вы можете поделиться? Ну, я сейчас тебе дам ответить. Я просто хочу сказать, что я буду последним выступать. Мы как раз про это поговорим, потому что я не буду про их кейсов говорить. Мы как раз про примерную тематику поговорим все сейчас. Дело в том, что Илья не дала возможность, спасибо за вопрос, как раз показать кейсы. Но вот пример Банка России, именно тот пример, когда банк, кроме того, что он пошел в розницу, а для него это, в общем-то, нестандартный ход, потому что это не совсем, как вам сказать, не совсем открытый банк, вот если можно так сказать, банкиры меня поймут. И как раз идея именно на транзакционных продуктах. Но они сделали это достаточно просто, потому что в первую очередь это продажа услуг ко-брендинговых, это продажа услуг непосредственно зарплатникам, то есть тех, кто есть уже на сегодняшний день в клиентской базе, то есть это порядка миллиона человек, которые только на зарплатных проектах, в меньшей степени продажа продукта уличным клиентам. Поэтому здесь такое решение. Если же говорить про улицу, то самое, конечно же, правильное, это опять-таки коалиционные программы. Когда мы говорим о коалиционных программах лояльности, которые совместно с пакетом коалиционной программы может еще предложить как раз-таки транзакционные услуги, которые сейчас очень востребованы. А можно договорить розницу о корпорации? Ну, как Донидас.